Каждый год в мае дружной компанией мы отправляемся на чудесную реку Южный Бул, чтобы половить головля в забродку спиннингом на микроколебалке. Аксу или белая вода. Так много столетий назад тюркские народы называли Южный Бул из-за белых бурно-плокочущей воды у многочисленных речных порогов. Головль как объект спортивного рыболовства в первую очередь ценится своей поклевкой и бойцовским характером. Поклевка этой рыбы чаще характеризуется мощным уверенным ударом, который способен выбить спиннинг из рук. Ужение головля размера выше среднего, то есть более 1 кг весом, требует серьезной подготовки, знаний поведения рыбы и анализа условий ловли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Поимка первого галавлика на блесну в мелководной протоке в сериал «Оптимизм». Подолгу не задерживаясь на одном участке, мы отправились вниз по течению. Следующая точка представляла собой бурный переказ с мощным течением. Я долго пытался поймать рыбу противоположного берега, где течение не было таким сильным. Но галавль молчал, я уже подумал сменить позицию и решил отключить камеру. Моя блеснококетка, подхваченная потоком воды, стала осыпаться в глубину. И как это бывает, в самый неожиданный момент произошел невероятной силы удар, который едва не лишил меня всей снасти. Неспешное выкачивание весомого трофея, который предпочитал оставаться в струе, продолжалось несколько минут, пока я не увидел огромного размера головля перед своими глазами. Одинарный крючок надежно сидел в мясистой пасте. Шансов на сход не было никаких. Подоспевшие напарники сделали несколько фотографий на память, после чего трофею была дарована свобода. Ниже по течению река нам открывала свой чудесный облик. Южный бух окутанный неописуемой красотой весенней природы, издалека шумит водой на перекатах. Здесь находят уют дикие утки и лебеди, но наша цель – огромные головли. Мы вышли на широкий мелководный полив с той подводной растительностью, и после нескольких забросов произошла поклевка на блесну кокетка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Неотъемлемым атрибутом спиннингиста-головлятника на южном буге являются вейдерсы или забродные штаны. Эта деталь рыбацкого гардероба обязательна для путешествий по каменистым перекатам. Такие прогулки не всегда безопасны, а ступиться и упасть в бурное течение реки очень легко. Но поросшие травой валуны с нагромождением засохших деревьев создают одни из лучших мест для ловли головля. Я поставил мелкую блесну кокетка весом всего 2,6 грамма. Заброс ниже по течению и равномерная проводка в комбинации с потряхиванием кончика удилища, при которых блесна сбивалась с игры, принесли мне уверенную поклевку. На бурном весеннем течении дикой реки голавль показывал свой истинный характер. Рыба боролась до последнего, оказывая достойное сопротивление. Одинарный крючок с микробородкой надежно впился в нижнюю гугу. В этот раз голавль атаковал блесну с покрытием натурального перламутра. Не прошло и минуты, как мы отпустили рыбу на свободу, а у меня на крючке уже сделал очередной голавль. Поклевка Поклевка случилась в классическом месте. Течение реки, ударяясь в камень, создавало область со спокойной водой. В таких местах хищнику удобно поджидать проплывающий по течению корм. И снова отличилась блесна кокетка в цвете красный перламутр. Активное перемещение и быстрый облог перспективных участков – вот залог успеха ходовой головли на рыбалке. Течение все еще довольно слабое, сказывается работа ГЭС выше на реке. В голове уже давно привык колебания воды, а для нас это хорошая возможность открыть новые перспективные места. Очередной точкой нашей ловли стали нависающие над водой деревья на противоположном берегу. Здесь явно прослеживалась русловая канава с приличной глубиной, мелководный пляж и обрывистый берег со свисающими кронами, под которыми голавль поджидал падающих воды насекомых. В таких местах колебалки имели неоспоримые преимущества с дальностей и точностью заброса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На очередном забросе я получил явный головлиный удар. Спиннинг приятно согнулся в дугу. На этой рыбалке я использовал фаворит Arena Stream с тестом от 1 до 5 грамм, ростом всего 168 см. Компактность в сочетании с чувствительностью и запасом прочности сделали его практически идеальным инструментом для ловли головля. Здесь произошел показательный случай. Головля клюнул на блесну кокетка в ярко-салатовом флуоресентном цвете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда нужно сделать точный заброс, приманка иногда сливается с темным фоном листвы, теряется зрительный контакт. Это чревато зацепами и обрывами. Яркие микроколебалки выручают в таких условиях, а головня обходит их стороной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В большинстве случаев рыболовы воспринимают блесну как простую приманку, которую можно провести только равномерной проводкой. На самом же деле в проводке микроколебалок много секретов и хитростей. Один из таких приемов твичинг-блесной. Я применяю эту технику, когда хищник находится в пассивном состоянии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сбой равномерной игры колебалки, приходящей в хаотичные движения, часто преподносит сюрпризы. Так случилось и в этот раз. При уловле головля на течении блесну атаковала щука. Небольшая трехграммовая блесна-кокетка сделала свое дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В головлиной рыбалке очень важен точный заброс. Чтобы поймать эту красивую рыбу, нужно приложить немало усилий. Правильная подача приманки – это залог успеха. А в ловле под деревьями точность заброса выходит на первый план. Головль держался в укрытии и не выходил за приманкой, если заброс был неточным. В этих условиях я применил довольно тяжелую блесну индивид весом 3,9 грамма. В просветке красный перламутр. И на очередном точном забросе последовала мощная поклевка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Поразительно, но после нескольких пойманных рыб и холостых поклевок, Головль все еще продолжал держаться под деревьями. Оставалось лишь радовать его точными забросами и удивлять новыми рассветками. Очередная смена цвета подарила мне вскоре еще одну поклевку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин На достаточно уставшей точке, где мы ловили более получаса и поймали несколько рыб, блесна в расцветке Шелби все-таки усумела соблаздить матерого головля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Саша долго реанимировал старшего соперника на течение. Мы не имели никакого права загубить такой невероятный трофей. Как только головля набрался сил, он тотчас скрылся в глубине, махнув на напрощание хвостом. После поимки такого грандиозного трофея мы отправились исследовать новые места. На основном русле поклевки полностью прекратились. Смена приманок, их цветов и разнообразных вариантов проводок не приносила желанного результата. Я решил сместиться в более мелководные протоки со спокойным течением. Рыба, живущая там, как правило, меньшего размера, и поймать трофей в таких местах – это большая редкость. Но все же проверять их нужно. Одно из таких мест я нашел немного выше переката. Я поставил блесной индивид весом 2,5 грамма, в расцветке, которая имитировала жука. И с первого заброса заработал поклевку небольшого головлика. На втором забросе блесну атаковал окунь. Затем снова головлик, а после него еще один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Удивительно, что на таком маленьком пяточке собралось только разный рынок. Даже верховодка агрессивно атаковала мою приманку. Последним трофеем этой точки стал еще один полосатый разбойник. И хотя наши колебалки все доедины были оснащены одинарными крючками, рыба засекалась отлично. Итого 6 рыб с одной точки. Жажда приключений привела нас в очередной райский уголок Южного Буга. Едва пробравшись через непролазный камыш, мы вышли на край острова, на огромный валун. Перед нами открывалась удивительная картина. Длинный полив перед бурлящим перекатом. Сквозь полярики были видны камни под водой, ковры из водорослей и глубокие приямки. Здесь был нужен дальний заброс и подача приманки в пол воды. Именно поэтому я выбрал блесной индивид весом 3,9 грамма в цвете черный перламутр. И уже с первых забросов рыба проявила себя. Отличный галавль атаковал мою приманку. Заброс вверх по течению и медленная монотонная проводка в сочетании с потряхиванием кончика удилища вскоре подарили мне поклёвку ещё одного чудесного трофея. Следующие несколько минут пролетели без поклёвок. Но я был на 100% уверен, что рыба в точке ловли присутствует. Я сменил приманку на блесну кокетка в противоположном цвете и эта тактика сработала. С первого заброса блесну атаковал увесистый галавль. Ловля головля невероятно азартна и захватывающа. Если я видел перспективное место, я всячески старался добраться к нему. Это как полоса препятствий. Ты проходишь её, делаешь качественный и точный заброс, проводишь приманку вдоль гряды камней и фунь, старания оказываются не напрасны. Передвигаться стало значительно сложнее. Мощный поток воды сбивал с ног. В такие моменты без напарника очень сложно. Тем более, когда ты загружен вещами. Упасть в воду и покатиться по камням – худшее, что могло случиться. Но на этот раз всё обошлось. Впереди у нас было ещё одно непроверенное место, куда мы хотели попасть во что бы то ни стало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я взобрался на камень и поставил блесной индивид весом 3,9 грамма, которая имитировала лягушку, и забросил её под противоположный берег. Сделал паузу и дал приманке опуститься на дно. Я хотел провести её как можно глубже, с максимально медленной скоростью. В бурном потоке она периодически касалась камней и тем самым сбивалась с игры. Возможно, именно это спровоцировало головля на поклёвку. Что было потом, трудно описать словами. Огромная рыба в нешуточной струе дала потрясающий бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длина головля составила 50 сантиметров. Это был мой личный рекорд. Это были мои полметра счастья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голавль был действительно огромным. Один из самых больших, которых я когда-либо видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы освободили рыбу от крючка, и вскоре Голавль был готов плыть на свободу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это удивительное чувство, как эта такая сильная и красивая рыба, будучи побеждённой рыболовом, отправляется обратно в родную стихию. Это была прекрасная рыбалка, которая подарила нам море положительных эмоций. Желаю вам ощутить поклёвку этой прекрасной рыбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова